И накануне геноцида армян в Сунгаите этапа пришли определенные, как раз в том числе телеграммы есть, фоксимильные съемки, есть у нас в Академии наук, это есть, что присылали, значит, родственники их не из Сунгаита и так далее накануне, а накануне Сунгаитской резни, значит, чтобы они собрались и уехали из Армении. Это доказывает, что то, что было в Сунгаите, то есть это не в 87 году было, успокойтесь вы там, турки, а в 88 году, накануне, 26 февраля, последние там эшелонными погонами, поездами уехали ваши турки оттуда, как по приказу одного моллы, взяли и уехали. Заранее будучи предупреждены о том, что будет 27, 28, 29 Сунгаите, ихними же земляками и руководством республики, Азербайджанская и СССР. Телеграммы сохранились, телеграммы сохранились, смотрите, руководство армянское района Кафанского и не только армянское СССР несколько раз останавливали этих людей, до Сунгаита это было, от мысли уехать оттуда. До, я имею ввиду не 87 год, а за несколько дней до этого, всего-навсего, посмотрите, насколько все было просчитано и проготовлено, настоящая мясорубка. И посмотрите, еще кое-что есть, значит, говорят, вот они вот так, если бы вот Кафанские сказки начинают рассказывать, да, про Кафан, что это было заранее, это все не было заранее подготовлено, сохранились и телеграммы от их родственников и так далее, которые приходили в Кафан о том, что собирайтесь и уезжайте в один день оттуда. И так и было, армянское руководство все сделало, чтобы этого не произошло. Когда я был в Армении, незадолго до этой катастрофы, там есть такой городок Кафан, милый городок с троллейбусами, с чудесными домами, армянский городок. И в этом городе, и в окрестностях Кафана тогда жили азербайджанцы, целое поселение азербайджанцев. И уже тогда я понял нарастание каких-то глухих недовольств, противоречий. Армяне роптали азербайджанцев, винили их в том, что они захватили их земли, что они пользуются их водой. И это кончилось тем, что совершилось изгнание. Было изгнание Кафанских азербайджанцев. Армяне сгнали их в своей территории, и это был трагический исход. Это была первая такая этническая чистка, когда азербайджанцы, дети, матери с грудными детьми, старики, мужчины, они шли через перевалы, через снега, падали, замерзали. Они ушли с этих насиженных земель, своих поселков, своих садов, ушли в Азербайджан. Поселились там кто как, кто где мог. Некоторые из них поселились в Сумгаите. А Сумгаид был городом лимитчиков, городом отчаянных людей, городом, в котором на этой химии сумгаидской расцветал криминал. И туда, в это, с копичью людей, пришли несчастные изгнальники, которые породили взрыв такой вот национальной ненависти к армянам. И эти сумгаидские волнения, это резня, это избиение сумгаидских армян, эти страшные насилия, когда терзали женщин, когда вешали, когда резали, рубили, когда втыкали колья в животы беременных женщин, это было порождение вот этого изгнания, изгнания этих кафанских азербайджанцев. А потом начались бакинские события. Армяне решили отделиться от Азербайджана, отнять у них эту традиционную азербайджанскую территорию, с центром в Сепанакерте, и началась чудовищная война. Война, которую Горбачев не остановил. Говорит, война, которая отнесся как к чему-то чуждому центральной власти. Он сказал, что пускай эти противоречия устраняют сами находящиеся в состоянии войны республики и народы. Я приехал в Ереван в период, когда уже по Еревану копились огромные толпы людей, винили Азербайджан во всех грехах, требовали возмездия, требовали отделения Армении от СССР, потому что СССР не в состоянии решить проблемы Армении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...